Здарова! Смотрим вместе с вами мы от Долбека новый ролик, точнее не от вам выходил, мы смотрим второй новый ролик. Все плюсы в этот раз мультфильма «Как приручить дракона 2». Я смотрела «Как приручить дракона», мне в принципе нравится вся эта серия, она прикольная, интересная. Вчера мы пересматривали, и я прям словилась на мысль, что очень давно смотрела вторую часть, и я прям помнила какие-то там сюжетные повороты. Я думаю, блин, прикольно, значит, мультик был настолько интересный, что мне даже запомнилось, даже мне запомнилось, той, которая обычно, блин, всё забывает. Короче, погнали, посмотрим ролик Долбека. Данное видео наполнено приятными, интересными фактами, прибоотками, шутками и всякими штучками. Наши драконы! Плюсики. Короче, будет хвалить. Конечно. Мы любим, когда не хвалят. А мы потом захвалим, наоборот. А? Говорим, нет, это вся фигня. Плюс заставки. А мы ещё будем искать минусы, как обычно. Музыка в драконах настолько прекрасна, что студия решила заменить привычную музыку интро. А-а-а. Ну, интро-вая музыка ж была из Шрека первый раз поставили. Похожа главную тему смысле. Да, так это что же музыка. А я не помню музыку. Это кого? Остров Олух. Драконов? Щёток музыки отдельный. А, ну тут же это музыка. То-то-то, то-до-до-до-до. Не-не, это с другого. Это из Хоббита. тайны у нас тут не жизнь а сказка мы выбрали бедные вещки вторая часть начинается с того же монолога что и первое все что касается визуала стала на уровень выше сама графика вода свет детализация движение камеры стали еще лучше вот сам момент когда она пролетает мимо статуи это остров полу зрители действительно летят на драконе подерживаются классно эффекта присутствие в принципе хороший эффект присутствия когда смотришь полеты до сына большом экране и допустим на себя летит икинг беззубиком прям так хорошо летит так лавирует как будто действительно из такой немножко ощущение полета как вот в игре компьютерной ну да 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 то что камера работает раньше драконы портали на броке нам рекомендовать лет назад у всех собственные стоило пожарная профилактика у нас на высоте показать все изменения за пять лет невероятно сложно но за первые две минуты фильма им это удалось образ деревни новые традиционные игры продумано все чтобы викинги и драконы жили вместе перестань пап я думал что мужик поначалу а я знала что это не мужик не похож на мужика все персонажи остались собой но и начали взрослеть учелов пубертат а нас уже просветили о будущей помолвки и причем как бы отношения за кадром оставили а просто уже ну так было принять понят по первой части что у них там наверно что-то такой замут какой-то будет а тут уже пока где-то не показывали тут как love story них развивалась просто факту себя поставили сказали вот они там уже помолвлены пропадают границы нашего мира и расширились полет полетно хотя у нас тут бы я сказала музыка не знаю музыка какая-то слишком современная мне кажется это не только подставил нет такая была мультика была по-моему да 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 в том-то и дело и как-то она я думаю будет как бы скандинавская такая не знаю фэнтезийная такая вот эти вот всякие волынки как вот в основном мультики а тут внезапно началась какая-то такая ну поп-музыка и я как-то буквально через мультика была я так немножко из-за этого ну нет все окей хорошее музыкально но мне кажется да не просто мне кажется что лучше было поставить все-таки какой-то скандинавская вот это вот тут основная тема чувство холода есть лишь чувство свободы и кинг вот что такое выйти с племени вот это получается какая-то поп-музыка но это оркестровая аранжировка из-за этого как бы они добавляют до музыка специальная фанатская перерисовка ли что-то что-то боженька явился боженька всегда и во все времена продолжал стремиться вперед и из-за на диету точно что только что заметил нет я посмотрел вчера я помню что первая часть не было но вторую часть смотрела это не замечал что подчеркивал так клево ходил он даже подчеркивает что когда маме рассказывал говорил вот смотри она спрашивала что у беззубика с хвостом с плавником то есть ну как-то называется да кто это сделал а он говорит ну вообще как бы это я упострел и у меня тоже нету ноги ха-ха мы типа квиты бросался в бой ради нее его зовут покоритель драконов это сцена идеально во всем черт пусть сосут картошку все люди считающие что стриминговые сервисы похоронят эру кинотеатров я помню эту сцену в кинозале и никакой домашний просмотр не сравнится с этим не на большом экране круче конечно музыка скомпозированы в высшим пилотажем улучшены все дома тоже кинотеатр такой знаешь эту сцену на голову все же дома будет комфортнее даже части а теперь детально беззубик да видишь как кто-то перерисовка внимания воздух в водную гладь дизайн и функционал седла стал еще лучше сразу видна эволюция за пять лет на впервые показали морских драконов которые сыграют роль чуть позже повторение старых трюков из первой части песня where no one goes написанная тем же джоном поуэллом вновь подарила нам то чувство полета о котором мечтал каждый не композиция прикольная переход композиция такая воздушная легкая но не с по времени не сочетается да нет я не знаю я просто бы я бы думал это будет просто как тут вот как вот оркестровая версия звучит да она современно звучит тут все такой тут такой мотивы это скандинавский такой все ладно долбеку все зашло я не ходила просто не подходит под этот момент момент да ну это субъективщина это субъективщина точнее помада момента по время викингов историческую эпоху так сказать решает наши тела гравитации и мы невольно делаем глубокий вдох а после что икинг просто взял и упал а что он хочет сделать как он выживет беззубик же не умеет самостоятельно управлять хвостом у него парашют но рюкзака на спине нет он же он изобретатель да покажет лет изучая драконов мирным путем викинги стали гораздо лучше разбираться в аэродинамике я так и говорил стопудово если тут бы минусы наверно минусы задал века он сказал такие маленькие бы крылышек ему бы не хватило чтобы нормально парить или там был уже убился бы об воду или что-либо такое или хватило бы в принципе же есть такое планирование такой же вид спорта есть люди тоже так или надувают и планируют на потоках воздуха но там очень на самом деле тоже очень резко летишь там не то чтобы ты сильно задерживаешься ну да тут уже как бы дракон поймает видео что если драконы в нашем мире тому подтверждение трюк с горячим воздухом тандем и кинга и беззубика даже без привязки к седлу и как сцена из первой части это заканчивается катастрофой но при этом очень мудро прописанной если в первом фильме и кинг был неопытен потому и образовалась рискованная ситуация то где ошибется супер опытный и кинг с пятилетним стажем а нигде лишь его незнание о новых землях помешало полету а исследование новых земель одна из ключевых частей сюжета отчего сцена полета плавно переходит к рассказу о карте местности повторюсь сцена идеально во всем если повезет засечем следы еще одной ночной фурии сейчас я настроился бездельничать не отвлекай зачем ты так вот за меня плечами дергаешь до уикинга действительно такая привычка поднимать плечи по две минуты я убью драконой не смог интересно не вот это продумывали заранее аниматоры что-то он будет так вот именно двигаться дергаться или это они потом процессе уже заметили что у нее таким дерганом сделали решили сами же как бы себя постебать что вот он такой дерган и эти жаркие речни это его жизнь это не такой а я себя пока не нашел я нисколько не похож на отца маму я никогда не видел мне кажется по референсам человека делали как он бы говорил ну наверное сам себе так по его характеру нет в принципе для человека когда говоришь наверное нет нет вот допустим кто-то говорит более спокойный тот же стоек он такой крупный он явно не будет плечами дергать точно зависит значит твоего объема твоего размера насколько ты это воздушный что говоришь я понимаю но я говорю что референс человека добрался понятно что сын вождя должен унаследовать трон а поиск самого себя все еще вложит и кинга ведь он отречается от отца а маму даже не знал все что ты ищешь находится а так вот откуда у икинга косички прямо как на бороде у отца вновь идеология оставляет больше вопросов чем ответов из этого конфликта мы узнали о неком предводители драконьей армии и каком-то наезднике что противостоит первому на вашей стороне дракон что плюется ледышками дракон с дыханием льда в принципе классная идея но она еще и отражает главное противостояние протагониста и антагониста об этом позже драга блудвист давай поговорим с ним есть люди с которыми бесполезно разговаривать я вам не могу доставить смотрели языкой да я согласен с батей чаще с ним разговаривать дебил зачем трекинг полетел нет я его перебежу я у меня такая же аура как у наруты я я всех переубеждаю сила дружбы оооо ты просто как пессимист реалист он его не переубедил но он его не переубедил но он его не переубедил на чушь какая-то тупая идея вообще ну смысле очень сильно рисковал без зубика забрали бы тебе показали характер что вот ты такой вот миролюбивый вот хочешь все решать миром и просто он думает что может быть от драга не понял что драконы хорошие на самом деле что с ними можно сотрудничать с ними можно нормально разговаривать что не тоже за вы живые существа со своей душой и интеллектом и он думает что они просто такие тупые скотинки нападающие и хотел ему это объяснить как и всегда и king поступает иначе однако во второй части это раскроется совсем иначе я уж боялся что придется плыть пустыми трюма не сдаемся совершенно это же было такое лицо что обвести вокруг пальца своего врага с одной стороны лезвие покрыто слюной ужасного чудовища колба с газом пристигалова осталось только пусть идти искру если дракон принял тебя за своего то даже самого свирепого можно приручить и king ознакомил нас со своим оружием которое мало того что смотрится уникально индивидуально является карманным источником силы дракона так еще и предвещает важное знакомство с другим укоротителем уж если я смог переубедить себя то сумею и его виде всех обратно на олух на сегодня хватит с меня бунтарей как думаете в ними можно парать эти две секунды необъятного неба в начале фильма и кинг чувствовал свободу и эйфорию от полетов теперь же ничего кроме злости получается для свободы нужен не только полет но и чистый ум перестань пап дизайн костюм не похоже на пап она мыслила также как и всадники олуха ведь костюм повторяет цветовую гамму и текстуре личного дракона а шипы на голове и бивни не от грозокрыла а от ледяного вождя всея стаи мне особенно понравились глаза маски такие очки придумали жители крайнего севера дабы избежать снежной слепоты по факту да это получается реально чтобы видимо глаза снега ну воздух видимо холодный на высоте есть и чтобы видимо сильно глаза ей не надувал но тогда как летает икинг у него что очков нету а в щелочке ничего не будет надувать не я слушала протокол а ты даже знаешь не это видимо от света от света может быть наверное или чтобы бликов не было это древние солнцезащитные очки а теперь оглянитесь вокруг на небесах нет скал зданий или укрытий летая выше облаков от света не спрятаться вот и результат тут бросили без зубика показали как будто он там помер он еще так всплыло все прессе я выпавший шлем как путеводитель для стойка кстати я не понимаю чушь его пластика очень всплыл ну такой легкий кожаный какой-то наверное нет я просто думала если бы я увидела прорубь в которой всплыл шлем потому что он я подумала тоже что он ныряет туда а где-то он там точно там понюхать нет конечно может быть он оптимист но я первым делом подумала что просто он утонул может что-то случилось их там кто-то сбила не упали туда и там утонули и нужно было как-то нырять искать не знаю я бы об этом подумала норма когда мы плюсах ищем это нормально а в минусах мы ищем плюсы это мы такие адвокаты наоборот поэтому это все окей благодаря той информации о мече мы понимаем что икинг пытается выдать себя за особь дракона а мама икинга настолько одичала что повторяет движение за драконами также склоняя голову как птичка что ты за дракон сам факт что валька в секунду из этого сделала это уже рассказывает о ее многолетнем опыте приручения что создает еще больше вопросов и треки он не был они не получается дракон так она курсе после стольких лет мы с вами всегда ты был совсем кроха но мать не забудет свое дитя сюжетный поворот шрам наконец сыграл роль а появление матери кинга объясняет все вопросы с момента первой встречи с эротом сына эрота постой погоди минуточку у меня есть вопросы мне тоже были вопросы могу через 20 лет появилась но конечно из вопроса угольные базальтовые колонны редчайшее явление в северной ирландии что соответствует сеттингу северной европы сами колонны и ира образовывать смотрится клинки охлаждения расплавленного базальта что совпадает с природой местного вожака формы замораживает лаву здесь ты скрывалась 20 лет спасала драконов движение одичалой вальки больше похоже на драконии а не на людские аниматоры над этим отдельно постарались но я верю единственное что она вначале так себя вела да видно что была какая-то такая одичавшая а потом как-то очень резко уже очеловечилась прям в процессе мультфильма буквально там я не знаю за несколько часов уже стало нормально себя вести мне кажется когда-то 20 лет так вот жила среди драконов как-то резко это не будешь вот прям супер-пупер по-человечески себя вести и не факт что еще речь будешь так хорошо использовать мне кажется будешь плохо говорите 20 лет вообще не разговаривал о чем-то разговаривать с драконами тебе нужно просто какие-то звуки в мире имитировать и же не нужно говорить на своем языке мир между нами это не нужно их убивать но мое мнение больше никто не разделял я бросилась к тебе на защиту маленький стояк нету неким не там стояк это была не злобная 2 нюанс труба можете кровать и за счет с душой так похожий на мою потому что ленину круче моего сына как я выбираю его и так было спасать а вы с отцом чуть не погибли в ту ночь когда я не сумела убить дракона я не захотел убивать за 300 лет я первый викинг не захотевший убить дракона это у нас семейная предыстория вальки все очень знал к тому же сценаристы не стали мудрить и сделали верное решение просто повторили историю и кинга из первой части и хоть и кинг упрямый в отца иное мышление у него уже от матери такой микс идеально описывает и стран откуда мышление когда мама с детства не воспитала его и нить не очень генетика передал это ружье на месте акцент на реакцию беззубика не просто так ведь он не стал подчиняться в последний раз когда фурия подчинялась кому-то ничем хорошим это не кончилось ему гораздо комфортнее жить в содружестве с человеком ты часом не голоден да я поел а я думал мы летим обедать ледяной вожак полностью противоположен гиганту из первой части как и стихии дыхания так и тем что сам кормит своих драконов когда огненный заставлял драконов кормить его после острова дракона туда же вожак и выглядит более симпатично штук и выглядит каким-то мощным мамонтом посмотри а из первой части купил просто огромный толстопуст непонятном щеку он летал с таким животом огромным этот архипелаг когда я в полете есть лишь чувство свободы ты шел моим путем все эти годы но где же я была вся сцена с передачи опыта описывается одним предложением здесь есть и объяснение судьбы и кинга и сожалению расставание я научил тебя всему чему сама научилась Массаж Чик-чик-чик-чик-чик-чик Они были, но он не умел их вытаскивать Надо было нажать специальную штучку Чтобы ему там размассажировать, знаешь Сюжетом и необходимой для финальной битвы Чего можно хоть нажать? Возможно Ты ничего о них не знаешь Эрета, сына Эрета В оригинале озвучивал Кит Хэрингтон А, понятно Ты ничего не знаешь, Джон Сноу А, да, он видел, почесывал Там, где у него клеймо Нет, там повыше Что типа он уже переживал, что сейчас будет джепа какая-то Какой мужчина Там представление Драго путем агрессивного приручения Это полная противоположность методу Экинга И ты привел их ко мне Драго Громгильда прикрыла Важное событие Громгильда спасла Эрета, сына Эрета Эта и неприязнь к Драго станут отличным поводом предать его Как-то он резко поменялся на самом деле Ну потому что вот помогала Драконка Гавнюк, гавнюк, гавнюк Гавнюк скивал Дракончик Сила Дракона Оправдывается Я пошла за хлебом, но магазин был закрыт Я пошла за другим Там тоже была закрыта Когда исчезла Самообман в квадрате Валька обращалась к старому упрямому стойку Хоть и узнала от Экинга, что муж изменился И именно изменившийся стойка отреагировал без гнева и ярости Переходя от твердых прямых скал в сторону светлого и разношерстного льда То есть Валька, по идее, могла догадаться Но все само так вышло Прошу Да, мы вперед Драконья Прыгнись Полностью обоснованное предательство Эретсона Драго сам виноват в агрессивном подходе к работе со своими людьми То есть Драго настроил свое племя на самоуничтожение Это первый признак, что методы Экинга праведнее Стойк, ты опять запугал его серьезными разговорами Это моя будущая невестка Ты выйдешь за меня Тебе отдам Не надо подвигов свершать Просто немного получилась такая ситуация, что по сути накосячила как бы мамка Она же как бы улетела и не вернулась Хотя по сути она могла же вернуться, правильно? Она когда летала на драконе, она могла найти свой остров, вернуться Она как будто и не собиралась Она, во-первых, не собиралась уже, во-вторых, она боялась вначале Потому что муж ее был против драконов, хотел их всех убить, а она хотела их спасти И поэтому он думал, она вернется на драконе, он ее не примет, дракона убьет и будет капец Она выбрала, получается, драконов, а не мужа и не семью Да Получается, это как бы, можно сказать, предательство на самом деле Нет, получается, что как бы она должна извиниться Ну да А тут получилась такая ситуация, что как будто он ходит к ней подкатывается Она стоит, такая водичку набирает, он такой Помнишь нашу песню? Как будто, знаешь, вот он пытается извиниться Да, хотя для него это не свойственно, такой упрямый был, да? Нет, он был упрямый мужик, но он, видно, что просто для нее очень мягкий, очень ее любит И он вообще, в принципе, поменялся, когда Икинга драконов ему показала, когда они начали с драконами дружить Просто имею в виду, что в такой ситуации было бы как-то, наверное, наоборот, как бы она должна, наверное, извиняться Да Он же как бы был на острове, защищал Воспитывал сына А тут, получается, как бы, это, знаешь, когда женщина сделала какой-нибудь косяк Она же, и потом была, и сама еще обиделась раньше, чтобы ей не пришлось извиняться Ну, типа, такая какая-то ситуация Ну, не то, что женщина, может, любой человек, как бы, ну, просто так вот получилось, не знаю Ладно, главное, воссоединение семьи Тридется умереть, чтобы снова сплясать с тобой Танец Вальки и Стойка спустя 20 лет полон важных деталей Во-первых, это традиционные европейские танцы, здесь нет привязки к конкретной стране Голландские, нидерландские танцы очень схожи, это вот что-то обобщенное Хотя, может, я просто плохо разбираюсь Во-вторых, Валька спустя 20 лет еще не привыкла к боковой части бороды, которой раньше у Стойка не было В-третьих, Экинг избегала разговоров о женитьбе, которыми доставал отец в начале мультфильма Но теперь мы понимаем, почему Стоек так акцентировал внимание на помолвке Састрид Ведь он хотел, чтобы сын тоже обрел то счастье, которое мы видим в этом танце И в-четвертых, сама песня Очень детализированная сцена битвы Огромное количество объектов Детально продуманные механизмы охотников Их вожак Теперь можно начинать Я привел ему достойного соперника Сюжетный поворот Я, честно говоря, даже не представляю, как он приручил такого вожака огромного Причем не просто Даже вот мама Икинга, она же его как бы не приручила Она просто к нему относилась с уважением И сама выдавалась за дракона А он что ему там сделал, не знаю, затычку в танец какую-то Засунул, что он там его так все вечно слушает Странно, что они ему подчиняются, когда он ненавидит их Ну, нет, видишь, он как-то ему на бивне нацепил кандалы Ну, неужели эти кандалы как-то могут его там сдержать Может, магические кандалы? Не знаю, может, какое-то психическое оружие У него В таком всаднике легко одолеют драга Оказалось, что он, наоборот, ждал появления смутьяна Музыка из титанов Ну, бьются как мамонты какие-нибудь, да? Мечна, кора Да, он проткнул, убил И забирает на свою сторону всех драконов логова Вальки, что отдает максимальным отчаянием Они могут объединить нас всех Или порвать на части Моя деревня сгорела Моя семья погибла Маленький ребенок дал обет покончить с тираней драконов Предыстория драга Полная противоположность предыстории Икинга Драга потеряла левую руку, а Икинг левую ногу Драга ответил агрессией на агрессию А Икинг подарил добро и получил добро в ответ Чей же метод приведет к победе? Ну, мы знаем Вождь защищает свой народ Хоть раз в жизни, прошу, послушай меня Мы летим домой Нет Из всех безответственных Стой! Выброси его из головы! Икинг! Пап, нет! Да, все, грустный момент Жалко так же Да, папа так защищал Да приветит тебя Валькирия, мужа, воина, вождя, отца Представляю, как обидно, да? Папа только маму нашел, думал, что Она, у жена любимая, умерла Да, думал, все, уже хаппи-энд Сейчас поедем на остров, будем все жить, кайфовать И все Печалька Ну да, Викинг же так и было, что там Наладей, да Я не смог стать вождем Или как называется этот корабль, правильно? Отправляли и поджигали Смерть Стойка была неожиданной, но неизбежной Викинг в поиске своего пути вновь упрямился Считал, что его иные методы сработают Но лишь истинный вождь понимал, что его народ важнее Отчего и пытался спасти их от драга История повторилась в обратную сторону В первой части Стоек не слушал Икинга В итоге и ошибся Во второй части Икинг не слушал отца Потому и просит прощения Впервые Икинг оказался неправ Что и станет переломным моментом на пути к трону Олаха Иными словами, Икинг найдет себя Уважаем его волю Ну разве что кроме малышей Да, сейчас полетят на малышах А вот и не всех А что если злобный смутьян Возьмет под контроль этих озорников А они еще малыши И никого не слушают Незаметная деталь сыграла роль Что дало героям свободных драконов Беззубик Ты не желал ему Давай, братец Силу Наруто Символичная сцена Свободный человек на свободном драконе Против испуганного человека на испуганном драконе Свобода таки на зомбированном драконе В каждом взоре будет ссылка на так и титан Сцена битвы В которой сыграли роль все детали фильма Костюм для полетов застал врасплох самого Драга А меч с газом нанес урон Что опять? Нет Нет А поэтому он сказал опять Нет, у него, видишь, Сережа, аэродинамические шипики есть Повторение сцены с финальной битвы первой части Однако на этот раз с ними опыт Вальки В виде улучшенных гребней Посему Икинг сумел уклониться О, нет! О, нет! Нет! Энергетическая пушка Сюжетный поворот Впервые кто-то сумел противостоять Третья ката Беззубик разблокировал новую способность Раз светится позвоночник Видимо, это дело рук Вальки Он бросил вызов по Жаку Может быть, сам это от эмоций у него получилось Ты хотел защищать все тикинга, что прям Возгорелся Вальки гиганта обоснованно Увидев, что кто-то способен законтрить твой лед Имея при себе какие-то гранаты Конечно, ужаснешься Вот что значит заслужить верность драконов Валим, мужики, валим! Да, да, так и выглядит Все, бивень откололи Драко символично потерял свою левую руку А его дракон символично потерял левый бивень Что делает эту пару еще более похожим Много символизма Ну что с левой? Вожак защитит свой народ Вся эта тема с вожаком драконов Потом другим вожаком Идеально пересекается с темой вожака Олуха И совместились они как раз в финале Снова у тебя прикол с катушкой Поиски Икинга завершились Он, как и завещано с первой части Стал насредником трона Символ на лбу Предположительно совмещение двух рун На глаз похоже Воин и Защитник Нетосправедливость и Защитник У фанатов франшизы есть еще догадки Но это лишь догадки Это Иду на ты глаз какой-то Побитый Покрытие глаз И пооткрылся На веточке Но на нашей стороне такая сила Да, на речи Сильная Армии Огромные армады Икинг отдал 10 очков в корзину Астрид А не свою Неужели это свадебный подарок? А у нас Драконы А у нас Драконы Это Остров Олух И назвали его Гонки на драконах За нас Наши драконы Что много росло Драконы Начиналось и завершалось Представление Монстр Ваолух Вторая часть Делает то же самое Причем завершается Тем же словом Драконы Посредние кадры фильма Икинг на фоне Полотна со своим отцом Я сбила Сколько плюсов Так много символизма Ну, штук 60 Я делаю музыку Плюсуется Подожди С музыкой плюсуется Да, музыка Его и под 80 Что ты не поживишь Но твой отец Там не было бонусов Что ты станешь Не было Сцены после титров Нет, не было И он был прав Короче, мне мультик понравился Единственное, там, конечно, есть вопросы По некоторым моментам Но, вроде как, у Долбека же есть грехи На драконах Да, да Да Что ты натворил рукой своею Тихо, тихо Живи Он так на соплях держится Да И там у меня тоже были вопросы Некоторым моментам Например Как так быстро Вот этого Драга Блудвиста Или как его там зовут Флот нашел остров Где живут эти драконы То есть, прям, как будто Супер телепорт сработал Ну, как бы, есть такие нюансы Но, на самом деле, из-за того, что Сам мультик интересный Сюжет интересный То ты, как бы, уже Это, в принципе, касается любых произведений В любом произведении Будут какие-то косяки Может быть, где-то предмет неправильно Между кадрами переставлен Или какой-то там, может, логический Несостыковка Ну, если, в общем История интересная Если она классно показана Если там интересные персонажи Классное развитие самих персонажей То вот эти вещи Они как-то вообще максимально Незначительно проходят И ты уже только на таких вещах Акцентируешься Когда тут, я не знаю Как долбек Какой-нибудь кинообзорчик Там, киногрешник Ищешь вот эти все Конкретно ляпы-нуансики И такие всякие мелочи Да-да, ты будешь акцентировать На этом внимание А если просто смотришь То, конечно, такого никогда не заметишь В общем Вот такая вот получилась реакция Спасибо, что за просмотр Пока Хм, неплохо, неплохо А давай еще это видео посмотрим А может лучше это? Хм, сложный выбор